Большая делегация главных врачей детских лечебниц со всей страны у входа в новый хирургический корпус Республиканской детской больницы Мордовии. И сразу десятки вопросов. Как шло строительство? Как запустили здание в рекордные сроки? Какая техническая начинка у пятиэтажки? Такие современные корпуса в рамках национального проекта здравоохранения появились во многих регионах страны. Но все же всегда есть чем поделиться с коллегами. Самое главное это логистика. Потому что приемное отделение, которое у нас существует, оно конечно выстроено на самом современном уровне. Потому что это не тот приемный покой, который был сто лет назад. И у нас такие приемные покои в стране есть. А это прям целое отделение со своей диагностической базой. То есть смысл-то в чем? Мы на его базе можем оказать любую экстренную помощь, включая операции. У нас для этого есть малая операционная. Мы можем... Есть у нас отдельная противошуковая палата. Тоже очень важный структурный элемент приемного отделения. Вот это не у всех есть. Уже в фойе приемного отделения гостям рассказывают, как менялась структура детского здравоохранения Мордовии. Как долго ждали в республике современный хирургический корпус. А главные врачи предвкушают эффект от экскурсии. Сегодня мы ждем от этой экскурсии, что мы посмотрим, как организована медицинская специализированная помощь. Прежде всего, меня лично интересует стационарная специализированная помощь. Какие новые технологии внедряются. Как вообще организован процесс логистики, процесс работы электронного документа оборота и так далее. И вот делегация в приемном отделении. Та самая экстренная операционная. Врачи рассматривают детали, задают вопросы, подтверждают, что есть что взять на заметку. Я по специальности детский хирург, детский урлопандролог. Мне по приори это нравится. А когда это выстроено в современном виде, с хорошим оборудованием. Это просто ласкает мой профессиональный глаз. Кроме положительных эмоций это ничего не вызывает. Но значение экстренной операционной переоценить нельзя. Есть ситуация, когда пациента просто не транспортировать в штатную операцию по каким-либо причинам. Второе, когда пациент эпидемиологически небезопасен. Его можно также в отрыве, в изоляции, скажем так, от основного контингента пациентов отличить. Ласкает профессиональный взгляд новое оборудование в каждом кабинете хирургического корпуса детской больницы в Саранске. Главврачи интересуются марками, качеством работы, надежностью техники. В палате интенсивной терапии новорожденных тоже современное оснащение. Причем не абы какое. Вся аппаратура, которая выбиралась, это выбиралась нашими докторами. И, к счастью, к мнению наших докторов прислушались когда-то. Потому что не мы торговались, как бы не мы, но прислушались и купили. Над каждым кувезом камера. Картинка вместе с жизненными показателями маленького пациента транслируется сразу на несколько экранов. Так малыши остаются под постоянным контролем врачей. Такой подход тоже можно взять на заметку. А это святая святых, как говорят сами медики, операционный блок. Около месяца назад в детской больнице Мордовии начали вести видеозаписи операций. Такое новшество пока мало распространено в регионах. А потому вопросов масса. От чисто технических до морально-этических. И на все нашлись ответы. Те оперблоки реанимации отделений выхаживания новорожденных позволяют вам держать один из самых высочайших уровней младенческой смертности в Российской Федерации. На сегодняшний день, это не секрет, в Мордовии младенческая смертность 1,4. Это превышает практически показатели по всей России и многих европейских стран. Это, конечно, достигается благодаря огромному количеству ваших высококлассных специалистов. Ну и вот таким площадям и вложениям, которые делает государство и республика, для того, чтобы вы были впереди, а ваши детишки были живы и здоровы. Светлана Лашина, Евгений Фролкин. Наши новости.